приветствую друзья продолжаем наше героическое покорение вестероса 68 ход сегодня у нас будет махач стирлами попытаемся мы захватить эшфорд таки не удержался я второй стек тоже прислал под этот город чтобы точно иметь перевес сил хотя и обещал послать его на юг там начать захватывать маркалов но пока не срастается нужно нам подавить вот этот очаг центральный чтобы выйти в ущелье перекрыть здесь проход здесь проход центральный который ведет и к станису и к маркала тогда уже можно будет спокойно атаковать этих дарницев стыла стыла ну и плюс по дипломатии тоже есть новость но про то ли вы наверное уже в курсе заключил я с ними перемирие он даже они сами предложили вот я добился перемирия также с фрейми хотя тут по идее уже можно было даже не заморачиваться и к старке практически убили буквально осталось всего ничего так что нас друзья скоро ждут интересные времена нас будут активно пытаться немножко так сказать убить беда сигарде но будем пытаться как-то защититься нанимая здесь всякие разные войска побольше всяких арбалетчиков лучников стрелков всякие разные другие дела ну что ж давайте приступать у нас собственно вот здесь битва возьмем он под руководство терека ланнистра 19 лет почти наполовину уже прокачан лорд староместа помогать нам будет даван спайсер такое чутка похоже полководец ну и плюс он не член семьи так что можно и попытаться рискнуть против нас один из генералов тиралов бен булвер 4 звезды ну как всегда куча всяких разных рыцарей откуда они их клепают для меня остается загадкой есть предположение что они появляются из воздуха потому что как где откуда как и по непонятно ну да ладно не будем а плохом давайте хорошим поехали также всем кто ждет более такого существенного развития событий прибытия там таргариенов вторжение иных одичалых могу немножко проспойлерить благодаря прохождению за аром таки мне удалось узнать более-менее точные даты прибытия то друзья а 120 по 140 выход случится все что что вы хотите и одичалые таргариен и иные все прибудут вот единственный там вопрос только куда конкретно прибудут таргариен и в каком количестве поскольку за аронов за аронов там прям буквально это практически практически смеха да и только количество прибывших над ними посмеялись конечно убивать не стал этим пускай джоффри занимаются должны же у него какие-то развлечения свои на самом деле все очень там такое на изичах на изичах я бы даже не стал честно говоря беспокоиться за судьбу королевской гавани конечно там может быть и и смогут драконы внести какой-то дисбаланс но я не особо в это верю куда бы засунуть то красавчегов красавчегов вся пехота и не вся и не вся пехота у меня тут целая долл пень долл пень меченосов всяких ну давай усилим тогда фланги это не те вот мои золо золотые золотые хорошо еще где-то кто-то должен быть это принужденные войска их можно вообще даже вперед нам не стоит нет точек там кони пускай на пике режутся хорошо все с этим с этим все понятно осталось мне четыре отряда конница конницу вообще выводить пока что и будем пускай стоять поехали ну вот мы вот они подкрепление противника за ними будет наше подкрепление фланга нам везет противник решил не ждать своих подкрепление решил пойти мы союзников давайте позовем я даже не знаю боюсь сейчас нажиму и супостат решит переключиться цель что пускай не пока что под выйдут так лукари мы и заработали это шикарно противника есть арбалитчики что тут мы на равных на равных но и не спешит противник готовится готовится войска у них конечно шикос шикос альбардисты и щеки тут всякие вещеньки присяжные конницы рыцарской куча ба ребята чего его огнем то зачем так все нормально но зачем стреляйте так так и подкрепление там уже чешет чешу тут буквально четыре отряда ну что давайте наверное потихонечку да потихонечку потихонечку куда-нибудь вот сюда вот потихонечку давайте подходите пока суть для дела но пока у нас перестрелкой 60 65 проблема в том что супостат стреляет по наше нашей пехоте а мы именно по лукарям так что скоро они я так думаю вынуждены будут ну вот про что я и говорил да там пара-пам-пара-пам-пара-пара-пам о че это вы шо это вы вдруг то я уже решил что вы собираетесь куда-то там убежать так давай-ка шустрее ходи сюда опять они отступают по ее мое выманиваю друзья выманиваю нормально под нашим ду мало конечно лукарей было побольше отряды 45 было бы еще интереснее один фиг хорошо мы прорядили конницу противника что там девяносто процента высекли уже так ну и вот пошли пошли наш серебряные рыцари без чарджа здесь хотя бы чардж есть хоть что-то и живые рыцари ребята ребята давайте я вам вот так вот включу на перестрелку у вас там по идее должно быть много стрелков охрана полководца что вы делаете что вы делаете что вы делаете ну противник встал в явную оборону хорош кто там еще один отряд серебряных рыцарей на пеших валил сейчас мы по все по всей видимости полководцы я потеряю да как ни крути а так и не получилось у меня надо было еще ждать сейчас выведешь такую пехоту в ее конница ударит о вот молодцы хоть один отряд конец телохранителей как раз влетел туда куда надо мне было отлично вот здесь еще тоже пожалуйста вот спасибо вот отлично рыцари простора шикоз сейчас у меня тут блин если ничего не изменится возможны проблемы возможно проблемы куда-нибудь он туда побежали так помогаете пошли в сторону конница пошла во фланг и эту конницу мы тоже выводим так переходим на атаку вводим наших рыцарей куда бы их только вывести все занято пока давай сюда отлично так закрываете пока все складывается вау если ничего не изменится мы победим вон арбалетчиков айда шикоз так ну что где вам помочь то рассказывать давай сюда знатных что это за кем-то бегут ну давай тогда пехоту закрывать вот здесь тоже неплохое дело хвала господу вражеский полководец мертв о отлично отличная новость нам только главное своих не потерять давай отойдем половина бойца кого мы там а ну это командир подкрепления это ерунда так здесь что ага побежали арабалетчики хорошо ну там уже отступать некому давайте соберитесь для чарджа так здесь что за знатных нет знатных нафиг давай вот сюда вот выходите тоже под чардж так здесь пехоты все хорошо мы взяли в окружение рыцари просторы еще добить бы на этом фланге все довольно-таки неплохо арабалетчики уже возвращаются как вы это делаете засранцы давай в пеших рыцарей так здесь блин в пикинеров я не хочу втыкаться на слово совсем а больше ты и не в кого на самом деле ну давай сюда переходить будем а конец 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 никого не отпускаем чтобы город за нами остался противник бежит за ним ну давай в рыцарей в рыцарей хорошо так что стоим кого ждем помогайте помогайте парни вы тоже помогаете пехот конечно как я говорил очень мощная продолжает сдерживать наши удары и что-то у меня игра затупила ты хорош затупила друзья игра пришлось будет переиграть в принципе в чем-то лучше в чем-то хуже всех убили всех догнали завершаем битву но при этом потеряли по моему значительно больше поскольку я решил немножко дать больше времени нашему подкреплению на так скажем ожидание ожидание что войска противников тянулись они так втянулись что союзники подошли уже гораздо позже особенно пехотные отряды союзников довольно таки непросто нам пришлось плюс противник тоже сыграл немножко по другому почти всех рыцарей конных отправил на один из флангов как раз в дальние от союзников и мне там пехоты пришлось с ними рубиться было больно ну куда деваться потеряли мы 680 ну зато всех убили 7 всего лишь врага выжило бойцов но этого явно не хватит чтобы укрепиться в городе завершаем битву ну и сейчас будем что-то думать мне нужно пол стека таки посылать на удар по дарницам в тыл ну и еще один стек посылать сейчас на перехват войска тирлов которые стоят недалеко от тайвина сейчас решим этот вопрос главное чтобы игра больше не вылетала то что-то как-то она прям вот задумалась и все не было не было ничего подобное на тебя второй серии подряд что-то что-то пошло не по плану так ну эшвард мы взяли да это последний замок противника выставить часовых это здорово это здорово так ты значит останешься здесь вот тирока мы значит будем забирать ну он никуда уже не увезет да нет печально печально это очень очень даже печально и он не доходит да никуда но это плохо это плохо что прикажете дами лорд мой король вперед с отчестью и славы эра и честь привели нас в победу вы победили в вас хорошо денежка есть нет ну и сразу давайте поля возьмем наверно так здесь даже что-то переобучить можно и здесь можно везде можно так ну по идее мы все уже сделали конечно можно смело наверное сделать ход посмотрим как враги наши отреагируют так что-то там с этим кораблем не так его вставил уже два раза на штурм и все никак ну и как я и предполагал но нет они не напали не напали сейчас туда нужно посылать явно на помощь даже даже так да ну спасибо вы конечно мне там помогли да блин дарните два стека но близнецы не сдаются фрейд держится там там талии уже с тыла откуда или это арон 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 с тыл уже нападают так а че же они войска ты из близнецов выбили ну ладно их нет делом так что у меня там да нет нормально все 20000 меня дохода но это неплохо ну везде первое место занимаем по финансам разве что только на седьмом на первом что удивительно то ли это вообще сказочная фигня никуда не денешься так так утес кастреля построилась у нас мастерская броника очень дорогая хрень но зато теперь там доспехи будут ай люли люля что в следующем наверно какие нибудь конюшня или арсенал о наконец таки после строительства арсенала у нас будут пешие рыцари запада аллилуйя тринадцать восемьсот и четырнадцать ходов поехали как раз к прибытию к прибытию я не знаю кого кого нибудь из тех кто должен прибыть одичалов или таргариенов как раз все построим аллилуйя так куда я собирался куда-то туда туда тебя я куда хочу у меня задание наверное есть мы с орленой мы с орленой ну это же фреев у меня с ним перемирие не набит так куда же я этот корабль тогда вел ну давайте посмотрим подумаем так здесь что у нас шоколад захвачен вот просите показать побольше экономику экономическую составляющую но блин нечего показывать этой экономической составляющей ее нету купцов нету две штуки на золотых рудниках стоят и все никакого движника по агентам нету экономика но он дали мне двадцать тысяч одно здание заказал все денег нет здесь вот и все экономика так мы и живем ну давайте мельницу построим на следующий ход надо здесь по-любому поля построить чтобы население в минус не уходило так дальше дальше значит у меня здесь подкрепление 4 отряда конницы мои самые мощные это хорошо так здесь на следующий ход у меня из дамблтона стек выйдет значит это меня радует так дальше здесь гена в каменную септу а у меня здесь есть гена ничего себе ничего себе то есть я не прав был да отдыхайте до утра отдыхайте до утра ну не знаю тогда вам в розовую деву посадим так здесь у меня рыцарин джемми здесь у меня мятежники но это я с ними в фоне буду разбираться здесь пока на меня никто не нападает аллилуйя так 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 здесь пока что тоже все тихо давайте глянем что у меня по войскам что можно переобучить утеска кастроли я уже смотрел боже мой ланиспорт выделись ничего нету да как говорит сна нет и суда нету у меня кстати сарасфильди наконец-таки построил этот как его боже мой стрелковая хрень я теперь вот таких лучников могу создавать я уже переобучил отряд который здесь был ну и через три хода еще один смогу нанять ну и плюс здесь еще и нормальные лучники простые нанимаются я думаю куда это все послать всех троих наверное куда-нибудь туда куда-нибудь сюда потом придумаю как-нибудь разделю нормально с этим с этим все нормально так здесь у меня отряд на восстановление пока что нельзя да ладно пока так действуйте трое да хорошо хорошо давайте что-то придумывать что-то давайте придумывать кто куда пойдет я хотел вот этот стек посылать да так так ну пойдут все наемники вот этих наверное проще распустить ну хотя может быть их где-то переобучить получится так и что мне еще надо лёгкая лёгкая конница мне не нужна вообще мне нужны бойцы тогда забираем стражу ланнистеров заберу и лучников вот этих хороших отряд пикинеров и мишников что осталось 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 не так чтобы много так значит вот этот отряд пойдет у нас захватывать дарницах по пути он пополнится из хайгардена из староместа дойдет куда-нибудь в солнечное копье или в старомест и там дальше на корабликах на звездопад но это не скоро еще будет ухода 3-4 так вот здесь тяжелую конницу придать по идее можно 4 отряда но они конница там не особо нужна нам с другой стороны у меня здесь вообще нету только если лёгкую всё да надо потому что там возможно кого-нибудь встретим давайте рыцарь я отдам хорошо так здесь еще два отряда у меня бухтят здесь сидим на попе ровно ничего не делаем хорошо армия армия а а а а а ланнистер старомест да да тогда по идее одного бы отдать эшфорд стал да Ну давайте спейсер нам возьмем Он где-нибудь там сядет Хорошо Дальше поехали Как-нибудь мне будут выйти Чтобы прям вот Не совсем понятно Так, шесть отрядов И здесь шесть отрядов Ну тогда по идее надо сделать вот так И вот так Это в городе останется Этих четверых сюда Плюс двух серебряных рыцарей И вот такой замечательный стэк С четырьмя отрядами серебряных рыцарей Это конечно мащичам Мащичам ПНС заразы снова не доходит А здесь уже их слишком много Но если нападут я Тайвином тогда отойду Пока что отойду Так, где у меня еще что я могу сделать Из хорошего Давайте вспомним, что у нас вообще по агентам Один у меня здесь сидит Смотрит Кто, куда, зачем и почему он Посол здесь же Ну вот опять-таки посол Нахрена мне посол Ну со всеми воюем Никто мир с нами не заключен Хоть Че делай Купец у меня оказывается один Сколько ты зарабатываешь? 127 монет Смешно Просто смешно А здесь ты тоже 127 будешь зарабатывать А купцы у нас как? Они бесплатные Бесплатные 550 монет Тогда имеет смысл Давайте наймем У меня их было двое Но по-видимому разорили Разорили Давайте наймем Поставим на второй золотой Призг Золотой призг, друзья 127 монет Это Это, конечно, меня просто убивает Но ничего с этим не поделаешь Так Ну, мятежники подождут Давайте делать еще один ход Чтобы вы хоть что-то еще посмотрели Как раз 70-й Про кораблик забыл Так И на нас нападает На нас нападает Вся эта кобла Которая собралась в луговинах Как я этого и опасался А, конечно, можно и сразиться Но После подобного сражения У нас мало чего останется От нашего стека Вон здесь какой-то лютор Лютор семьи звездочный Наследник Не шутя Хотя можно и сразиться Арбалички Стража Всадники Вот Отряд гвардии, конечно Но мы уже по времени не укладываемся На такое сражение Так что я, наверное, все-таки отойду Отойду И там уже В следующей серии мы с вами будем За луговину сражаться Далее Марталом Просраться Няхай Няхай О, сам пришел Серьезно? Подошел, но не напал Ну окей О, друзья Джоффри взял звездную песню А значит луговина Это Последний, друзья Последний город Тирлов Чему мы, наверное, и посвятим Следующую серию Конец Тирлов Это, друзья Это мощно О, прям вообще А, он в город зашел Я надеюсь, что он рядом встанет Тогда было бы вообще Изи Но нет Нет Настолько изи не получится Хорошо Хорошо Так Там Махла Махла Фрея бьют аронов Побеждают даже Здесь полтора стека Интересно, сколько они продержатся О, глава дома Тирлов мертв По-видимому, он в том городе находился Ух ты ж И у нас появилась Керена Ланнистер Мне вот интересно Это Принцесса? Она как принцесса Или это просто Керена Ланнистер Давайте взглянем Сто лет сюда не заходили уже Где это Керена Ланнистер? Она вообще здесь присутствует А то я столкнулся с тем Что у нас есть какая-то еще Отдельная ветвь Ланнистеров Джейни Престер А, ну да Да, вот Как раз было тоже Джейни Ланнистер Вроде бы А, ну это все правильно Это все правильно Это я сейчас ошибся Это все правильно Как-то, конечно, здесь С деторождением Проблема Бес, ты что там? Я не знаю Ты чем занимаешься? Там, е-мое Где карапузы? Митишки Ну, короче Давайте соглашаться Не знаю Что за Керена Ланнистера Ну, хоть так Правда Пацан такой Знаете Не А нахрен он мне нужен? Принципиально неверный Да ладно Из Идис это она Так Ухудшились отношения На этом вообще По барабану Я на это уже даже Не смотрю Какая разница Какие там отношения Если В любом случае Со всеми воюем Скажите мне на милость Ну, вот примерно 13 тысяч Да? Доход у нас Ну, от 10 до 15 В зависимости от количества войск Вот так Как-то заходит Деревянные стены Построились Давайте Закажем Вот этих ребят Мишники Да? Вас вообще Распустим Черт Три бабушки Так Ну и здесь Можно развивать Эти три башни Здесь Много всего Вкусного На самом деле Но первым делом Конечно Грузовой причал Или Маяк Надо Маяк Развивать Торговлю В том числе И прирост Населения Это хорошо Так Восемь тысяч Еще есть Хотел я А я здесь Заложил Ну давайте Сразу я вот так Вот сделаю Чтобы денег Хватило Все Ну и на этом Будем заканчивать Потому что Мне здесь Сейчас Много-много Всего Надо двигать Передвигать Да Плюс Разбить Мятежников Вот этих Как раз Следующий ход Посмотрим Обзор Карты От Ворона Так что Друзья Все будет Хорошо Ставьте лайкосы Пишите комментосы Ну и конечно Подписывайтесь На канал Всем хорошего Пока Пока пока